Уже неделя минула с того момента, как на поцелуевом мосту разыгралась трагедия, автобус, преодолев ограждение, упал в реку Мойку и стремительно затонул. Происшествие унесло жизни семи человек. Выжить удалось только двоим – водителю Рахматшоху Курбонову и пассажиру Александру. При расследовании этого происшествия вскрылось много всего нехорошего, вследствие чего было заведено несколько уголовных дел. Потом в суде Курбонов все же признал свою вину, но утверждал, что у автобуса были неисправны тормоза, что могло бы служить смягчающим вину обстоятельства. Обсудим все это в данном выпуске. Просьба подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Как стало известно, недавно следователи Петербурга получили отчет экспертов, проводивших основной анализ причин падения автобуса в Мойку с поцелуевого моста и гибели семи человек. Напомним, что водитель, родившийся в Таджикистане, Рахматшох Курбонов настаивал на том, что тормозная система автобуса якобы отказала. По его словам, именно этот сбой привел к тому, что он потерял контроль над автобусом и транспорт с пассажирами упал в реку. Однако, просматривая записи с видеокамер, правоохранители начали сомневаться в этой версии. И они решили провести проверку технического состояния автобуса. Теперь у них есть окончательные выводы. Экспертиза показала, что тормоза были исправны. Рулевое управление тоже рассказал источник журналистам. Поэтому версия водителя не выдерживает критики. Мы ему предъявили результаты экспертизы, но он все равно настаивает, что проблема была с тормозами. Сегодня основная версия, которой придерживаются следователи, заключается в том, что водитель перепутал педали газа и тормоза. Вот почему автобус продолжал двигаться, набирая скорость даже после столкновения. Об этом говорит и единственный выживший свидетель, Александр, который потерял свою жену в этой катастрофе, но смог выжить благодаря отважным людям, которые пытались спасать пассажиров, прыгнув с моста в холодную воду. Ранее стало известно, что Курбонов на предыдущем месте работы занимался обязанностями кондуктора. Он несколько раз пытался получить права водителя автобуса, но его признали небодным для управления общественным транспортом. После этого он уволился и перешел на новую работу. Там ему предложили должность водителя. Как мы уже говорили, после падения автобуса с поцелуевого моста в мойку из девяти человек, находившихся внутри, выжили только двое. Среди выживших оказался сам водитель, сумевший выбраться из тонущего автобуса, но не предпринявший ничего для спасения пассажиров. А вторым был Александр, потерявший свою жену в этой трагедии. Он рассказал, что после столкновения автобуса с бордюром он начал ускоряться, думал, что давит на тормоз, но на самом деле продолжал еще сильнее нажимать на газ. Если бы тормоза действительно отказали, автобус бы остановился на стадии якорей у военно-морского музея, рассказал Александр. С момента трагического происшествия было возбуждено несколько уголовных дел. Одно из первых направлено против Джахандира Адалета Аглы Халилова, руководителя автопарка-перевозчика такси, по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следователи утверждают, что водителю общественного транспорта не предоставлялось достаточное время для отдыха в течение нескольких дней, на что сам Курбонов также указывал. Однако техническое состояние автобуса, который утонул в мойке, вызывало не меньше вопросов у правоохранительных органов. По всей видимости, экспертиза уже завершена, и следователи готовы представить ее в суде. Стоит отметить, что во время судебного заседания Халилов признал свою вину, но только частично. Он просил домашний арест, однако суд принял решение в пользу обвинения и отправил его под стражу до 10 июля. Кстати, следователям удалось найти генерального директора такси Павла Кузнецова. Бизнесмена подозревают по статье о фальсификации юридического лица. Проще говоря, коммерсанта считают номинальным руководителем. Он фактически не управлял компанией, но был зарегистрирован как ее руководитель. И как мы уже знаем, еще одно дело было возбуждено против самого водителя, отца многодетной семьи и уроженца Таджикистана, Курбонова. В отношении него ведется дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшая смерть. В отличие от Халилова, Курбонов вел себя на суде иначе, он раскаялся в содеянном, выразил соболезнования и извинения родственникам погибших. Во время процесса он заявил, что причиной аварии могли стать неисправные тормоза, однако, как уже известно, это не так. Кроме того, в отношении водителя было возбуждено еще одно уголовное дело о фиктивной регистрации иностранных граждан. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, в ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса в феврале-марте текущего года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную регистрацию не менее 10 иностранных граждан в своей квартире. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преступления. Итак, что мы знаем. Водитель Курбонов когда-то получил российское гражданство и работал в транспортной сфере. При этом непонятно, как он смог получить паспорт и водительские права, не зная в достаточной степени русского языка, ведь в суде ему потребовался переводчик. Помимо всего этого, только в текущем году он помог легализоваться десяти землякам из Таджикистана, каждый из которых, когда устроится здесь, сможет сделать то же самое. Все они сначала перевезут в Россию свои семьи, а потом будут помогать легализоваться другим мигрантам. Трагедия упавшего в мойку автобуса – это не случайность, а скорее всего закономерность. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!